Всем привет, друзья! А сегодня я вам хотел показать... Откуда на Беларусь готовилось нападение? Нет, я хотел вам показать несколько фрагментов из своих старых видео. На сегодняшний день у нас фактически военное положение в стране, и это будет иметь последствия потом, дальше, когда у нас поменяется власть или система власти, не знаю. Но это все будет иметь последствия, потому что невозможно назвать черное-белым, и чтобы так все и осталось. А почему? Потому что все они являются всего-навсего последствием. Последствием того, что государство у нас не способно решать те или иные вопросы. Кстати, первый фрагмент он тоже касался военного положения, еще когда его Порошенко вводил. Ну, помните, там история с моряками была. Нет, я не хочу, чтобы вы считали меня каким-то предсказателем и т.д. и т.п. В принципе, все было очевидно, что та внутренняя ситуация и неспособность государства бороться с серьезными вызовами, просто-таки очевидно было, что все это приведет к последствиям. Я, конечно, не мог даже предположить, что к таким последствиям, но был абсолютно уверен, что последствия будут. И не только я об этом говорил, опять-таки, я не хочу себе ставить это в заслугу, я просто пытался предупредить это. настаивал на том, что нельзя делать это, нельзя делать то. Нужно строить действительно правовое государство. Правовое. Но нет. Никто этих слов не слышал. Еще раз повторюсь, от множества людей. Это не моя какая-то заслуга и не о чем гордиться. Наоборот, можно себе поставить даже в вину то, что не говорил больше и не кричал громче. о том, что происходит внутри страны и куда катится наше государство. Почему об этом важно говорить сейчас и, в принципе, постоянно и каждый день? Потому что пелена какой-то радости после победы над Путиным и его этой кровавой орковской бандой после этой победы пелена не должна застелить глаза нам. И мы должны провести очень подробный анализ того, что способствовало внутри страны этой войне и таким тяжким последствиям. Потому что если мы этого не сделаем, то мы не извлечем никаких уроков и все те загубленные жизни ну как бы это будет, знаете, плевок в сторону этих погибших военнослужащих, которые защищают нас и мирных жителей, которые спали в своих домах и туда прилетели ракеты. Это будет неуважение к таким серьезным потерям с нашей стороны. Поэтому важно об этом помнить и постоянно говорить. о том, что все то, что произошло это последствия и мы такие последствия больше, ну даже не последствия, мы не должны больше допустить всех тех причин, после которых произошла вот эта ужасная кровавая война. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вера 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 О те, що мине Все те, Що бивало життя Жаль, це все не побачу вже я Не побачу вже я Вера 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 Вера, тримая меня, вера в то, что в меня, все так, что бывало в жизни, может это все побачу еще я, побачу еще я. Вера, тримая меня, вера в то, что в меня, все так, что бывало в жизни, может это все побачу еще я, побачу еще я. Продолжение следует...